В день памяти и скорби, почтить память предков Челны, приехала гостья из Архангельска. Женщина много лет искала своего деда и нашелся он на Челнинской земле. Советский солдат родом из Архангельска был похоронен на кладбище в Тарловке, где находился на лечении в эвакуационном госпитале. Напомню, Тарловский эвакогоспиталь работал с октября 1941 года. За время войны здесь прошло лечение 9981 человек, 182 из которых умерли и были похоронены на местном кладбище. Сейчас здесь находится мемориал. Горстка родной земли для деда, который так и не вернулся с войны. Елена Бурачкина не скрывает своих слёз, ведь долгое время ее мама и никто-то из родственников не знали, где похоронен Михаил Иванович Харин. И вот, преодолев путь длиной более 2500 километров, она своими глазами увидела место захоронения деда. Я себя считаю самой счастливой, что дедушка, во-первых, я знаю, где он похоронен. Во-вторых, что мемориал не брошен, что добрые люди заботятся и о солдатах. Мемориал не брошен и находится под присмотром добровольцев. Среди них – поисковый отряд кадет, который и помог женщине найти своего родственника. Провели поиск в интернет-архивах, приехали сюда, нашли фамилию ее дедушки, восстановили частично, насколько смогли, боевой путь. И в течение года мы с ней общались. Сегодня вместе с внучкой бойца Михаила Харина на мемориал «Почтить память бойцов погибших от ран» пришли жители Тарловки, кадеты, ветераны-афганцы, студенты из Туркменистана, выходцы из Грузии и просто неравнодушные люди. Среди них и человек, который помогал ухаживать за ранеными. Это Александра Никифоровна Сергеева. В годы работы в госпитале она была подростком. Елена Бурачкина поклонилась в ноги той, которая, возможно, перевязывала и кормила ее деда. Горстку земли из Тарловки жительница Архангельска забрала из собой. Положить на могилу матери, которая так и не дождалась своего отца с фронта. Возложение цветов к мемориалу в Тарловке проводится ежегодно 9 мая и 22 июня. Активисты мечтают дополнить его еще одной скульптурой – в память о врачах и медсестрах, которые спасали раненых солдат. Ферния Сулейманова, Роман Гейтман, Челны, 24.